А это и другие игры вы можете купить в магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет народ, с вами AlexFresh. Мы продолжаем играть в Yerotrack Simulator 2 и проходить школу вождения. Итак, следующее задание. Парковка задом, возле тачек. Начать сценарий. На той же скане поедем. А, тут будет веселее заезжать. Видите, он перед оранжевым начал ломать. Видите, он перед оранжевым начал ломать. Так, ну, будем пробовать. Мне кажется, это будет нифига не легко. Ой, не то. Запустили движок, заднюю передачу, ручник проверили. Так, все, теперь можно официально ехать. Заезд у нас хрен знает где. Можно снаружи заехать сразу, с первого раза. Так, он начал возле оранжевого дубасить. Так, ой-ой-ой-ой. Тормоза хотел нажать. С той стороны у нас место валом. Я уже не вписываюсь. Да, не вписываюсь. На, вперед. Тихо, тихо. Врезался? Нет, не врезался. Капец. Жмешь газ, он разгоняется. Жмешь тормоз, он разгоняется. Нифига не понял, что у меня там сейчас происходило, если честно. Я не вижу полосы. А, это она. Все, понял. Вижу тормоза. У меня сейчас вперед просто выровняется немножко и все. Нам вроде не говорили, что назад ехать нельзя. Я просто когда начал трогаться, у меня будто этот... Та, ёпты. Че за хрен? Все. Это она моргнула, пропала, моргнула, пропала. Так, ручник включил. Заглушить. Хрен знает, как я сюда заехал сейчас. Просто он еще что-то профешнл драйвер заполняется. Потом как бы нужно из салона это все дубасить. Так, хорошо. Выехать и заехать задом. Но это мы сможем сделать. Наверное. Потом в конце раз такой экзамен. Просто весь круг нужно проехать задом. Окей. Так. Запустили, проверили, бросили. Мы, по-моему, под углом немножко стоим. Или прямо мы? Что-то я не уверен. По-любому смещены. Да. Реверс. Тихо. Ой. Не туда уже кручу. Но самому выравниваться уже. Отлично. 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 Вот. Отлично. есть так ручник есть заглушить надеюсь конус и не снес так все отлично мне прям повезло параллельная парковка с полу прицепом мы тогда без полу прицепа хрен заехали с трудом как же с полу прицепом сюда заеду даже не представляю а у нас прям линии нарисованы как у нас должен прицеп ехать судя по всему стандарт главное с первого раза попасть правильно и конусы не снести по правой стороне так сейчас будем пробовать не знаю что из этого выйдет а мы еще должны туда проехать кто с этим может сразу передом туда залететь а потом вспомнил что-то еще метка есть так есть погнали он сильно не выкручивал где-то так да нет 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 уже хрень слишком рано выровнялся я а то тут уже выглядит неплохо но оказалось это быстро но правда со второй попытки можно сказать да потому что с первого раза не вписался правильно второй раз было уже норм так а тут задом над по идее легче чем по 90 градусов что у нас было начать но уже начал его немножко возле дафика они откорректируют просто так это у нас возле за и века сразу до 2 красных машины и за и века нужно заезжать а я понял фишку тут место типа меньше чтобы заехать поэтому типа сложнее окей да так задняя ручник есть есть вон и века стоит зачем-то то есть у нас два дафа потом man потом две каких так 1 красная 1 бордовая и века аж там ёпты до нее еще ехать и ехать далеко я даже не знаю когда мне начать закидывать уже наверное поближе ки века и века машина века что происходит нет ничего не зацепили машина дернулась будто на что-то наехали так зеркало живое живое что он иногда так едет будто знаете раз за что-то зацепился будто не криво но ничего подровнять можем чуть-чуть не хватило его тихо ё-моё за секунду до могли с зеркалами стыкануться то блин штур так активно у меня вращается игрить колотить разучился ездить прямо задом приходится на колесо смотреть куда повернута идиотизм ну лично для меня так ручник есть на глушим ну давайте повтор посмотрим этого безобразия чем мы ехать будем или нет да там доска не и место еще валом а я переживал короче мастер парковки следующий сценарий проехать вперед и заехать задом это уже сложнее но что может салона не вылезешь посмотреть а придется через право зеркало дубасить в котором приближение ни черта нормального нет будто две сферы стоит ну как минимум тут разметка нарисована за счет нее должно быть легче просто по разметке прицеп закидываешь и все так запусти поехать прямо есть ёпты ни хрена там не видно а это это боковое тю блин я подумал это то сфера ой ну поехали блин реально в зеркало ни черта не видно перезапустить опции так как у нас там была вот эта вот кнопка приближение в салоне ой что это такое грузовик трансмиссия нет подвеска нет прицеп нет тормоза нет интерьера нет помощника в третье за помощник там такой интерес наш вспомогательное действие какое-то колесико а в натуре есть блин то есть он на стандарте установлена у нас просто была левая кнопка насколько я помню блин кайф порадоваться теперь можно то можно ехать только я хз куда мне заехать между какими машинами у них я бы понять могу я задом сейчас проехать посмотреть или это будет сразу этот фейл ой не туда по моим пора начинать так так Слишком близко к Мерсу Так, куда поеду? Ты тут понакрутил рулем Так, мне нужно вот сюда Во Отлично, выравниваем Нет, не туда выравниваем Да что ж такое А, можно отсюда уже смотреть Да блин Хрен, куда повернешь-то Задержка дебильная Пока ты тронешься Типа я просто начинаю трогаться И руль сразу кручу потихонечку Но за счет того, что задержка в троганье Я руль уже успеваю перекрутить нафиг В непонятное для меня положение Которое я начинаю не вдупляться Насколько я его повернул Криво Сейчас все равно засчитают Учитывая какую чушь у нас засчитывают Это точно засчитают Жесть Без столкновений То есть мы еще хорошо проходим Как я понимаю Только тут что-то не было уже Вот этот один из шести там что-то Или они закончились Или это в прошлой серии было Блин, я не помню А может там фишка в том, чтобы сразу задом заехать без единой попытки проехать вперед? Что он делает? А, понял Короче, заехать вперед и выехать отсюда задом, да, я так понимаю? А, нет, походу задом запарковаться и выехать Хрен его знает Сейчас узнаем Да, задом запарковаться Запарковаться аж туда заехать или нет что-то он полностью вроде не заехал как-то так просто прокатился немножко и все потом выехал короче понятно и отсюда выехать свалить самое интересное что в игре разметка так-то нарисована типа масштабы большие а нам прям впритык что-то рисуют можно сразу сюда залететь смысл там что-то выравниваться что-то еще если можно сразу так хлоп и все и не париться абсолютно так ножи пишет реверс spot в этот стоп а вот кнопку потерял мне кажется не впишусь сейчас наверно сильнее нужно закидывать ну что вон уже видно морду грузовика и наш прицеп по моему едет прямо в нее видео Слушайте, по-моему залетаем нормально Стоп, что-то я не понял Так там разметки нету То есть мне просто развернуться тут и все Понятно Ох нифига, здравствуйте Нифига я завернул То есть вообще куда-то я заехал, но ладно Хорошо, что у меня было разметки, куда нам нужно ехать Но это прям вообще жесть То есть я сейчас сделал вообще какую-то хрень непонятную То есть у меня там шансов не было Но как я его не зацепил, непонятно Я получается просто взял там и развернулся нафиг Но без меток явно легче В разы Заглушить Раздел завершен Посмотрите результаты Так, и что у нас дальше осталось? Финальный экзамен часть 1 Финальный экзамен часть 2 Блин, ну вот это вот Мне интересно, как вы катаетесь Просто я понимаю, что я водитель хреновый А вот вы как? Начать Финальный экзамен Тут, наверное, по любому И передом, и задом, и боком, и еще как-нибудь А, я понял Мы, наверное, начнем Поедем Прицепим что-нибудь Окей, это мы можем Проезжаем Так, ну пока что все просто Выглядит Да, тут тесновато Короче, прицеп, наверное, нужно будет еще куда-то загнать Отцепить Куда я уже попал О, по-моему, это было в заставке в самом начале Когда мы первый раз играли Короче, вернуться назад Сделать круг, вернуться назад А, нет, пока что Так, а здесь мы катались в одно рыло Без полуприцепа, по-моему Грыж трасса капец длинная Все или нет Я бы сейчас охренел Если бы сказали, что еще куда-то нужно поехать дальше Так, нужно там по зеркалам Посмотреть, как у нас раньше было Невероятно Продолжение следует... Есть! Все! Погнали! Трасса огромная здесь Продолжение следует... Упс Давайте заново Так, это все мы помним Что-то я думал, будет проще Тут сразу раз и провалил Наверное, потому что рассчитывал, что будет все легко, поэтому и провалил Поехали снова Получается, правую сторону ободрал Нужно было получше как-то заезжать Ну там как бы особо и не показали, как он проехал Сейчас к стеночке прижмусь Точнее к бордюру поближе Ой, поэтому отъехал от него Тихо, 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 тихо Тоже вправо можно вовсю крутить Ну как стать вовсю Прошли Отлично Так, главное нигде дальше не запороть Потому что, мне кажется, самое сложное место у нас Реально самое сложное место Близко, но проехали Так, вот здесь, наверное, сейчас еще будет не очень приятно ехать Потому что нужно проехать и прицеп сюда еще закинуть Так, надеюсь, прицеп сейчас пройдет Потому что реально может не пройти Это очень близко в зеркале выглядит Так, все, можно уже выруливать как нужно Офигеть, пролезли Думал, не пролезу здесь с первого раза Так, больше 60 постараюсь не ехать Чтоб потом нам не предъявили за это Мне же не нужно было туда Надеюсь Тут им грунтовочка открыта Типа, бери и едь Там, бери и едь Можно ли прицепом куда-то тут наехать или нет, но по бордюру он сейчас у нас проедет. В притык к бордюру ползет прицеп, все прополз. Замечательно пока что все. Покинуть кольцо или круг или кольцо. Короче, что-то нужно покинуть. Так, у меня же прямо? Походу, да. О, блин, камеру поменял. Я просто решил виды посмотреть. Нафиг с ним. Просто пока едем, можно хоть территорию просмотреть. Оно тут громадное просто. Тачки стоят. Территория реально большая. А тут, получается, по идее можно было туда сверху съехать, там где я видел проездик. Так, поверни направо. Это мы можем. Тут проблем не возникнет. Так. Тут нужно не зацепить заграждения эти долбанные. Проехали. Вот дорога какая. Кривая вся. Территория. 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 Заехали. Замечательно. Вот так вот. Так, ну и где у нас финиш? Это что-то мы едем, 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 едем. А финиша все нет и нет. Брят, лейт, сейчас поверну, придется, наверное, немножко назад сдать. Буквально капельку сейчас задам, отъеду. Все. Жопой зацепился. Капец, сколько проехал, а жопой зацепился. И на колеса наехал. Вот так вот называется. Не идеальный проезд. Просто не идеальный проезд. Ну, если честно, я там был уверен, что я проеду. А получилось? Нет. Получилось, что нифига. Тут с первого раза тоже не заеду, сейчас назад сдам. Да уж, провалено. То есть, второе не могу сделать, да, пока что первый не пройден. Ну, давай еще раз попробуем. Не уверен, что у меня сейчас еще раз выйдет. Потому что там место, ну, такое. Напряженное, я бы сказал. Я сейчас снаружи возьму все, проеду. Раз мы с салона катались. Поедем сейчас снаружи кататься. Правильно. Разнообразие, что нужно, хоть какое-то. Поехали. Ну, и по скорости можно превышать, я думаю. Да, 65 едем, ничего за это нет. Так, можно потихонечку. Ёптвою налево. Че там такое было? Вроде бордюрчик, но... Подкинуло так, будто шлакоблок переехал какой-то. Блин, снаружи вообще лайтово выглядит. Реально лайтово снаружи. Прикольно. Блин, мне нравится снаружи. Из салона какой-то напряг, думаешь, как там получше. Тут-то насрать. Знаешь, что проедешь. Ой-ой-ой-ой-ой. В смысле, рух по вызначному шляху. Что не так было? Типа, я проехал все четко. Напишите в комментах, что я там сделал не так конкретно. У меня, по-моему, даже на траву не заехал. Может, конечно, я там капельку заехал, но блин. Че-то там тупняк какой-то был странный. Мне, например, непонятно до сих пор, что я там сделал не так. Поехали еще раз. На другом месте сделал ошибку, там, где до этого ошибки не было. Я просто не понимаю, в чем там ошибка. На траву заехал, наверное, или как там? Если бы прицеп не надо было цеплять, я бы сейчас специально на траву выехал бы, чтобы проверить. Но мне лень его заново цеплять, поэтому нужно проехать эту миссию. И все, и забыть. Так, давайте аккуратненько. Ну, я вот так вот поворачивал. Проехал вот так вот. Ну, и повернул направо. Ну. И что в этом не так? Короче, я ХЗ. Игра сейчас тоже, и все понравилось. Наверное, реально земельку зацепил, там, 2 миллиметра земли. Наверное, просто не заметил. Игра эта схавала, и сразу поимела меня за это. А так тут угол разный оказывается. Четыре салона яхала, думал, одинаковый. Ой. Вообще прикасаться там нельзя. Тихо. Охренеть. Это было чертовски близко. Надо назад чуть-чуть. Все. То я боюсь, могу зацепить. По случайности. Главное, полуприцепом еще жопы не цепануть. Так, все. Здесь проехали, ничего не зацепили. Здесь конусы тоже дотрагиваться до них нельзя. До земли дотрагиваться нельзя, походу. Все-таки раз превышение. Давай рестарт. Для меня это будет неудивительно. Пишет аккуратненько повернуть. Мы вроде аккуратненько поворачиваем. Ой. Чуть прицеп на бордюр не закинул. Наверное, нужно было сразу нормальный угол там взять. А я как-то изначально прицеп поставил не в сильно удобное положение. Хотя проезжает отлично. Ну, тогда пофиг. Раз отлично проезжает, то можно тогда об этом и не думать. Я думал, сейчас он будет не влазить там. И лезть на бордюр. Так, ну, пока что все хорошо. Но мы еще до того сраного мостика... А, нет, то не мостик был. Поворот там был. Мы до него еще не добрались. А по тому же мостику, например, проехали вообще легко. Без проблем каких-либо. Долбанная академия. Сейчас посмотрим. У нас такое, кстати, частенько бывало, что мы жопой цепляли во время заноса прицепа при повороте. Как бы там достаточно узкое. Поворот больше 90 градусов. Поэтому я там, как обычно, не рассчитал пространство для маневра прицепом. Остановились. Хорошо. Поверните... Ёпты. Поверните направо, нам говорили. Чуть не вмазался туда. Так, на землю заехать нельзя. По-моему, я из салона тут быстрее проезжал, чем снаружи. Я просто не хочу на землю заезжать. А то сейчас снова скажут, что я тут, типа, накосячил и все провалено. Хотя, может, столкновение, это прям вообще хана. А, типа, земля, может, там не сильно страшно, но нам надо все идеально. Чтоб, так сказать, не докопаться до нас. Так, а вот и наш мостик. Так, думаю, этого достаточно будет, наверное. Так, с головой. Опа! Ручник меня спас. Летел прям на отбойник. Блин, в некоторых местах, короче, салона легче, чем снаружи. Короче, тут с салона, пожалуй, прокачусь. Снаружи мне это сложнее ехать, чем из салона, вот в этих моментах. Так, а это уже он. Тут нужно уже заранее все скорректировать. Все наши действия. Так, прицепчик на землю не заехал. Что-то я сразу этого не понял. Короче, нужно вот так вот. А потом, наверное, аж сюда вот так вот взять. Но не сильно. А я сразу, по-моему, слишком сильно прижался туда, да? А, не! Короче. Так, я надеюсь, можно немножко назад сдать. Слишком широко я взял. Тут типа угла, походу, хватает. Чтоб проехать. Без проблем. Нет, не хватает. Мне тут угла не хватает. Как проехать? Как он проезжал? Кто помнит? Ну, так я влезу. Ну, прицеп-то повернет? Или не повернет? Мне кажется, он так может зацепить. Как там камера? По-моему, близко к стыковке. Очень близко к стыковке. Так, значит, надо назад. Короче, зазор больше нужен. Немножко не хватает. Хорошо, что миссия не на время. Блин, самый сложный поворот оказался. Причем, был бы он в обратную сторону, я бы проехал без проблем его. Так, ну так расстояние явно больше. Может, сейчас будет иначе. Ситуация. Блин, ну я же все равно сейчас сюда наеду и скажет, провалено. Нет. Тюблин. Я думал, по земле ехать нельзя. Если честно. Оказывается, можно. Просто там наехали на траву, короче, на землю, на этом грузовиком, передним колесом. Ну, как я понимаю. И все сразу провалено. А тут норм. Впишемся. Сейчас коллизия вдруг тут кривая немножко окажется. То с этой коллизией мы тут знаем эти игры. Что из-за нее потом страдаешь. коллизия. Я сейчас чуть не сделал ошибку огромную. Ту же самую, которую мы делали на том повороте. Нужно подальше отъехать. От бордюра раньше начну поворачивать. Чтоб мы жопой прицепа не въехали туда. Тонуй его нафиг. Триндец просто. Следующий сценарий. Финальный экзамен номер 2. Так, вот мы уже куда-то поехали. Или то не я. Все. Как-то они так просто показали. Ой. Как-то они так побырику все показали. Непонятно. Типа что особо ничего делать и не нужно. Но тот поворот прям жесткий был для меня. Но он реально сложный. И скажу вам, что из салона я бы его... Я думаю, я бы не проехал бы его из салона. Даже, мне кажется, там с пятого или десятого раза. Я думаю, я бы не смог бы. Блин. Криво. Как снаружи, так и с салона паркуюсь криво. Но тут, на первый взгляд, выглядит все проще. Пока что. Но нам особое видео не показывали здесь. Слушайте, так можно было икону зацепить еще. При выезде. Короче, набор парковок задом. То есть, там передом набор был. Здесь набор езды задом. Слишком сильно. Блин, фиг успеваешь перекрутить колесо. Рулевое. Ну, это, конечно, было бы весело. Но я бы прошел, и это прошел, и то прошел бы задом. Пока что не вижу никакого момента, где я бы тут, наверное, всрал. Потому что мы это уже делали. Так, там ничего вроде бы нет. Ой. Аккуратно. Все. Да. Аккуратно. Главное, что при таком повороте В передней части прицепа не стукнуть никого Сейчас, небось, какая-нибудь параллельная парковка начнется или нет Так, там вроде бы некуда заехать Ну да, параллельная парковка А я прям как знал Тихо Залетаем По-моему угол слишком большой дал Да, там уже конусы пошли Слишком большой угол Нужно поменьше Блин, почти идеально Хорошо начал заезжать, но в конце Сдал позицию Вряд ли я сейчас смогу тут подровнять Но я попытаюсь На кроняк выйдем, заново заедем Отлично Получается так, что я Из салона тоже лучше парковался Чего тут сделать надо? Так, ну я ж так понимаю Нужно задом туда заехать или нет? Как думаете? Я думаю, наверное, задом Поэтому сейчас нужно сразу прицеп как-то туда закинуть Подровняться Будет смешно, если передом нужно было заехать Подровняться Так, надеюсь правильно заезжаю Ну просто все стоят, я так же еду, как все Отлично, все было правильно, значит Ну выглядит как финал Ну последняя парковка типа по идее должна быть самая сложная Потому что она неудобная Ну вот та, которая была Прошли, прошли, но правда тут все снаружи Потому что мне уже из салона была честно лень Не хотелось по простому И не париться Выпустили нас в тоннель, езжай куда хочешь Отлично Все, финальный экзамен у нас выполнен Итого выполнено, ну вроде как все Назад и... но здесь еще скоро и скоро Ладно народ, думаю что на этом закончим нашу серию Надеюсь вам понравилось Не забывайте подписываться на мой канал Все ссылки будут в описании под роликом Ну а с вами был Алекс Фреш Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok